В статье подробно расписывается, что имеется в виду, когда в объявлении стоит строка «Возможен торг». Рассматриваются ситуации разной трактовки торга. При просмотре объявлений о продаже недвижимости часто появляется фраза «Возможен торг». Но не всем понятно, сколько готов скинуть продавец, и как вообще торговаться. Возникает ощущение, что строку добавляют лишь для привлечения клиентов. Вероятно, что торг при покупке квартиры, обозначенный в объявлении, будет означать разные варианты. Для покупателей нужно знать, что именно имеется в виду. Скидка при покупке квартиры. В реалиях отношений между людьми торгом принято считать некую скидку или дисконт. Это изначально неправильное понимание значения. В процессе подбора квартиры возникают разные случаи, поэтому именовать торг подразумевавшимся изначально дисконтом заблуждения. Разные варианты употребления фразы. Попробуем рассмотреть следующие ситуации. Одна из них простая и поучительная. Недвижимость, пусть некий дом, выставлен в объявлении с завышенной стоимостью. Люди, отфильтровывающие в поиске предложения по цене, не видят этой продажи. Постепенно малый спрос на выставленный дом заставляет продавцов снижать стоимость. Второй случай уже с более усложненной структурой. Продавец сообщает покупателю о продаже своей квартиры, но с завышенной ценой. Стоимость недвижимости обсуждают обе стороны и через какое-то время приходят к взаимному решению. Существуют менее известные схемы торга при покупке квартиры, например, аукционы. Их принцип работы настроен на увеличение цены на объект. Сначала объявляется минимальная цена лота, нереальная для рыночной стоимости, но устраивающая потенциальных покупателей. Далее идет торг на то, кто больше предложит. Когда продавец сообщает, что торг уместен, это наверняка означает скидку в результате обстоятельств, вынудивших пойти на срочную сделку. Если продавец через некоторое время решит, что в скидке нет большой необходимости, то дисконта не будет. Но строку о торге из объявления продавец может и не убрать. Для покупателей необходимо знать, что средняя сумма для реального торга мала. По заоблачным ценам уже невыгодно выставлять объявления, их видит малое количество человек, время при этом уходит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Занижать стоимость ниже средней нет особой необходимости. Именно поэтому стоимость за объект проставляется с учетом рыночных цен. Это правило, конечно же, не касается уникальных лотов. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.